Любишь лыжи, люби машину толкать. Снега предостаточно, дороги поселковые. Каждый выходной их протаптывают десятки людей с Алтая и Кемерово. Тяжна тропа ведет через деревню прямо в лес. Здесь такая природа и сервис хороший. Вкусная еда, хорошие люди, много тренеров, которые могут научить воспитаться. Ручки согнуты в локтях, вес на две ноги распределки. Слегка присоединяйте в коленях. Раз, два, три, едешь. Курс из восьми занятий – 10 тысяч рублей, Илья в ранге опытных, а пока новичков большинство. Первые шаги на лыжах и сноуборде делают на этой трассе. 1200 метров есть подъемник относительно пологий склон. Тем не менее, построенный по мировым стандартам, он привлекает и опытных спортсменов. Я думаю, что до 60 километров здесь скорость будет точной. Может и больше. А в планах несколько склонов. К трассе с пересеченной местностью в 24 километра прибавить круг еще в 40. Ставка на профессиональных спортсменов. Уже через месяц откроют трассу с лобстайла для экстремалов. Два трамплина, труба сосиска и гофра, угловые перила. Все это ближе, чем Шерегеш и дешевле, чем Барнаульский авальман. Прокат лыж стоит 120 рублей в час. Ну и подъем, разовый подъем стоит 40 рублей на час, стоит 200 рублей. Для комфорта посетителей здесь работают кафе, камеры хранения, хостелы. А к 2022 году здесь должна появиться целая спортивная деревня. Коммуникации первые проложены. Водоснабжение, канализование на локальных участках. И сделаны те трассы, которые есть, но и подъемные. Это только начало-начал. Есть план развития на следующий год. Гостиничный комплекс будет строиться. С инвесторами уже согласовано финансирование. На сегодня порядка 120 миллионов вложений уже сделано и освоено. Территория Тягуна вырастет на треть. Для любителей активного отдыха и спортсменов. Тренировочные базы будут работать круглый год. Но чтобы воспользоваться услугами кластера, людям прежде всего нужно к нему добраться. И здесь встает вопрос инфраструктуры. Пока что ее нет. Даже губернатор Крайвик Тартаменко предпочитает ездить в таежный кластер на электричке. Анастасия Драган, Николай Шелко. Наши новости.